Продолжение следует... Да, мечты сбываются. Я очень уважительно отношусь к бюро Нормана Фостера и считаю его невероятным новатором с точки зрения многих вещей. Но в данном случае мастер-план, который предложили компании West8, которые разрабатывали этот проект, мне импонирует гораздо больше, поскольку проект Нормана Фостера предполагал периметральную застройку. То есть, по сути, тот фронт, который сейчас связывает визуально город с островом и позволяет атмосфере острова проникать в город, и наоборот, он был бы закрыт, и это могло превратиться в какой-то очередной торгово-офисный центр с каким-то небольшим кластером культурным. А здесь, по сути, весь остров – это уникальная территория, которая будет наполнена событиями, искусством, людьми, которые могут здесь проводить целый день. Я считаю, что среда формирует человека, поэтому, во-первых, я надеюсь, что молодежь узнает о существовании Новой Голландии, потому что многие, к моему великому изумлению, молодые люди вообще до сих пор не знают, что это, не знают, что это остров, не знают о богатой истории этого острова, о том, что он уже несколько лет успешно функционировал в тестовом режиме. И я считаю, что такие места, как Новая Голландия, которая не имеет аналогов, безусловно, в нашем городе, должно позволять людям исключительно культурно развиваться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!